Представители трех транспортных предприятий Камчатки и некоммерческой организации Камчатский транспортный союз обратились с открытым письмом губернатору Камчатского края Владимиру Солодову. Они настоятельно просят пересмотреть действующие тарифы на пассажирские перевозки или дополнительно субсидировать предприятие. Пусть он для населения остается прежним, но мы обращаемся непосредственно к правительству с тем, чтобы все-таки субсидировалась данная отрасль, чтобы она не оставалась без внимания. Как утверждают транспортники, без поддержки государства минимально коммерчески оправданными будут билеты в 50-55 рублей в Петропавловске, 45 в Елизове, 290 в Вилючинске. За последние годы у предприятий резко возросли расходы. Немало средств ушло на покупку новых автобусов, увеличение зарплат водителей и обеспечение бесперебойной работы. Цены на бензин повышаются неоднократно. Запчасти дорожают. Сильно и существенно снизился пассажиропоток в связи с коронавирусом. Но мы как выполняли свои обязательства, так и выполняем. Автобусы ходят по маршрутам, перевозят пассажиров как положено. Хотели бы обратиться к губернатору Владимиру Викторовичу Солодову. Не дайте нам стать банкротами, помогите нам пережить эти тяжелые годы. Перевозчики отмечают, что не знают, как долго смогут работать в сложившихся условиях. Но если они не изменятся, пассажирским перевозкам на Камчатке может грозить кризис. Напомним, последний раз цены на проезд в Петропавловске повышали в сентябре 2018 года. Тогда стоимость возросла с 25 до 27 рублей за поездку. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка.